Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Выстрел Калашникова в направлении Армении. Поможет ли Россия Азербайджану опять? Глава комитета Госдумы РФ по работе с СНГ Леонид Калашников в интервью азербайджанскому АПА сказал, что создание Минской группы было ошибкой, поскольку эта группа ничего не сделала для урегулирования Карабахского конфликта, отчего и возникает напряженность. Калашников тем самым оправдал агрессию Баку. То есть нет урегулирования, потому они и нагнетают ситуацию. Не хотите эскалации, добейтесь урегулирования. Своеобразный силогизм, причем Россия является сопредседателем МГ. Не исключается, конечно, что российский депутат пытался польстить Азербайджану. В Баку явно недовольны поведением Москвы во время тавушских событий. Свидетельством тому, Демарша Алиева против Мамедьярова. В то же время недовольна и Анкара, поскольку заявлением Лаврова Россия отвергла предложение Турции обсудить ситуацию, заявив, что члены Минской группы должны проявить сдержанность. При этом Москва, будучи довольной тем, что Баку и Анкара получили в тавуши чувствительный удар, должна все же работать с Баку, чтобы не остаться за бортом борьбы за власть в Азербайджане, потому и возникла необходимость влезти. Вместе с тем, формат Минской группы представляет для Москвы стратегический дискомфорт. Это формат, который лишил Россию возможности диктовать и применять манипулятивные методы в региональной политике. В этом контексте можно заметить периодическое стремление России обрести позиции единоличного повелителя. Министр иностранных дел Армении Заграб Мнацаканян на днях заявил, что формат сопредседательства Минской группы эффективен и устраивает Армению. Ереван всегда высказывался таким образом, понимая, что именно этот формат все эти годы блокировал путь для новых русско-турецких соглашений, которые не исходят из интересов Армении и ее безопасности. Выступать против этого формата значит выступать против Армении из-за ограничения маневренности Еревана. В то же время в повестку вернулась венская тема, которая предполагает формирование в регионе международных механизмов управления перемирием и ответственности. Россия помогла Азербайджану нивелировать эту повестку в 2016 году. Сейчас Ереван стал говорить об этом снова. Поможет ли Москва Баку вновь избежать венской повестки? В 2016 году были использованы и внутренние неурядицы в Армении. Сейчас можно заметить, что предпринимается попытка делегитимизировать военно-политический успех Армении в Тавуши. Не делается ли это для того, чтобы не позволить венскую повестку? Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в интересах всех государств региона, замминистра ИТРФ. Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в интересах всех государств региона и стран, участвующих в переговорном процессе. Как передает Армен Пресс, об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. «Если касаться ситуации в Нагорном Карабахе, то мы считаем, что не только Россия, но и другие государства, которые озабочены утверждением и укреплением стабильности в этом регионе, должны сделать заявление, поощряющее стороны установлению мира, прекращению огня, разведению сторон, о чем никак не могут договориться», — сказал он. Стабилизация ситуации сейчас в интересах всех участников процесса. Как подчеркнул замминистра, РФ исходит из того, что все, что раньше было наработано международным сообществом применительно к Нагорному Карабаху в рамках ОБСЕ, Минской группы, должно оставаться на столе переговоров. Нынешний кризис не должен привести к откату от того прогресса, которого удалось добиться в результате титанических усилий, в первую очередь РФ, в деле приближения перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, заметил Грушко. «Разрешение этого конфликта позволит существенно оздоровить ситуацию в регионе в целом, в том числе улучшит двустороннее отношение между всеми партнерами. Призываем всех занимать точно такую же позицию, особенно страны Минской группы», — указал замглавы МИД РФ. «Сомневаюсь, что между Арменией и Россией происходили газовые переговоры. Наш собеседник — эксперт по энергетической безопасности, член Полицовета партии «Единая Армения» Ваги Давтян. В Армении вступили в силу новые тарифы на газ для крупных потребителей, тепличных хозяйств и перерабатывающих предприятий. Фактически не удалось прийти к компромиссу с российской стороной. Может ли повышение тарифов сказаться на бизнес-среде? Максимально возможный компромисс был достигнут. Потому что если сравнить заявку, которую представила компания «Газпром Армения» с принятым Кроу-решением, то разница внушительная. «Газпром Армения» предлагала отменить льготы для семей, получающих социальные и семейные пособия. Это сказалось бы на уровне бедности. «Газпром Армения» предлагала также резко повысить тарифы для крупных потребителей, тепличных и перерабатывающих предприятий. Решения Кроу гораздо мягче и риски, которые могли возникнуть, стали более сбалансированными. В целом, для бизнеса тарифы повысились на 5%. В частности, для перерабатывающих и тепличных хозяйств тарифы повысились до 224 долларов вместо 212 прежде. Что касается субъектов, потребляющих больше 10 тысяч кубов газа, то тарифы для них повысились с 242 до 256 долларов. Это, конечно, хорошо, что тарифы для населения не изменились, хотя подорожание газа для бизнеса косвенно скажется на социально-экономическом положении. Уже осенью этого года мы ощутим первые проявления этого. Следует выделить несколько сегментов. Я бы хотел отметить ТЭЦы, для которых тарифы на газ также повысятся на 5%, между тем, Розданская и Ереванская ТЭЦы генерируют 42-43% всей электроэнергии Армении. Это скажется на электрических тарифах, что понимают и в Кроу, которая потому и приняла решение компенсировать это за счет АЭС. Чуточку сократились тарифы для АЭС, но все понимают, что это промежуточное решение. По сути, в феврале-марте возникнет вопрос и о повышении тарифов на электроэнергию. Следует отметить, что на электрические тарифы в Армении возложено тяжкое бремя, которое может породить большие риски. Второе – сельское хозяйство, где повышение будет не мгновенным, но уже в будущем году оно проявится во всей красе. В 2021 году цены на сельхозпродукты вырастут на 5-7%, что будет иметь мультипликативный эффект на всей экономике и социально-экономическом положении Армении. Можно ли расценивать долгие переговоры по газу как эффективные? В какой мере решение России было политическим? Я неоднократно задавался выпросом, имеют ли место переговоры, о которых говорила армянская сторона, и продолжались ли они 1-1,5 года, как утверждает официальный Ереван. У меня есть сомнения. Если бы переговоры проходили в естественном русле, согласно всем правилам жанра, то следующих обстоятельств не было бы. Во-первых, апрельского звонка Никола Пашиняна президенту Беларуси Лукашенко, в ходе которого собеседники использовали довольно жесткую лексику о том, что Россия должна снизить цены на газ для обеих стран, учитывая спад газовых цен на мировом рынке. Думаю, это выходит за рамки логики переговорного процесса. Скорее всего, это говорит о том, что армяно-российские газовые переговоры в какой-то момент зашли в тупик. В противном случае армянская сторона не должна была привлекать третью сторону. Думаю, это была тактическая ощипка, результаты которой мы увидели, сразу после этого компания «Газпром Армения» подала в Кроу заявку о повышении тарифов. При эффективном ходе переговоров мы увидели бы более мягкую заявку со стороны «Газпром Армения». Между тем, в заявке были тарифные предложения, которые могли стать критическими для экономики Армении. Так что, во-первых, о переговорах известно слишком мало, и их итоги никто так внятно нам и не представил. Было всего лишь сказано, что продолжаются переговоры, но в каком формате, на каком уровне, как не ясно. Если переговоры были, то их можно расценить как неэффективные. Переговоры между «Газпромом» и другими государствами приводили, как правило, к осязаемым результатам. Я хотел бы отметить Молдову, для которой цены на газ были снижены на 40%, как и для Болгарии. Переговоры с этими странами продолжались несколько месяцев, но принесли ощутимые результаты. Не будь переговоры Армении с «Газпромом» непродуктивными. Вице-премьер Мгер Григорян не стал бы обращаться с письмом к гендиректору «Газпрома» Алексею Миллеру, предлагая пересмотреть цены на газ, основываясь на трансформациях на мировом энергетическом рынке. При наличии переговоров подобные вопросы регулируются в логике переговоров. Фактически, Миллер отказал Мгеру Григорину, заявив, что этот вопрос находится в юрисдикции правительства России, то есть это политический вопрос. Так что, думаю, властям еще предстоит представить обществу детальный отчет об этих переговорах.